Современная игровая журналистика стала чем-то вроде, ну, я не знаю, как это объяснить даже, просто сопутствующей рекламы при выходе игры. То есть, если раньше, когда-то, я помню еще времена, что писались реально рецензии, которые иногда были субъективными и не очень объективными, были какие-то странные оценки, иногда завышенные и заниженные, но они хотя бы были, ну, что ли, честными, то сейчас, когда читаешь какой-нибудь обзор или смотришь какое-то видео, начинает казаться, что ты просто смотришь рекламу с рассказом каких-то вещей, с пересказом, да, там, начала сюжета, потому что теперь все обычно дается вот рецензентам в раннем доступе за несколько дней до релиза, им запрещено пересказывать полностью сюжет, даже если они игру прошли. И некоторые патриархи уже давно игры не проходят, там, три часа поиграют, и игра года этого достаточно. Кто-то реально трайхардит, успевает пройти игру до релиза, но не может спелить, поэтому они пересказывают какую-то часть сюжета, после чего проходится по основным фишкам, там, боевая механика, графин или еще что-то, и ставят девятку, десятку или восьмерку, если игра совсем дерьмо. Раньше было не так, раньше градация оценок была, ну, не знаю, я читал игроманию, страну игр, навигатор игрового мира, и до какого-то вот периода, да, не знаю, даже когда это все началось, ну, года, наверное, до 2005-го, ну, край 2010-го, бывали и продажные, откровенно, статьи, ну, это прям чувствовалось, но тогда все-таки зарубежные издатели не слишком плотно еще работали с русским игражуром, поэтому, в общем, и целом, до вот определенного периода, ну, семерка была даже хорошей оценкой. Шестерка уже среднячок, но может кому-то понравится, восьмерка, там, реально крутая игра, девятка прям редкость и десятка, да, это уже прям топ из топов, там, единицы за десятилетие получали такие оценки. Сейчас градация оценок изменилась. Десять – это говно, девять – это вообще какое-то ультраубогое говно, восемь, это играть невозможно, она даже не работает, наверное, и так далее. То есть, хорошая игра, там, начинается от двенадцати из десяти. И многие задаются вопросом, что же произошло, собственно говоря, когда, как вообще работает эта система? Ну, все максимально на поверхности. Я не буду, наверное, каким-то человеком, который открывает глаза людям, но давайте все-таки, чтобы поменьше было попаданий на бабки, когда вы доверяете какому-то там блогеру или там журналисту или сайту какому-то. Я объясню, ну, типа, схема, потому что я сам у них отчасти участвовал, но я в черном списке у большинства издателей, причем совершенно не знаю почему, возможно, из-за того, что я негативлю на игры, но, собственно говоря, вы сами меня закинули в черный список, почему бы мне это не делать? Если бы мне давали ранние доступы, я бы тоже семь десятки ставил. Если меня куда-нибудь приглашали, но люди, зная мой характер, просто боятся со мной связываться. И даже рекламу, если кто и закупает, то самая андерграундная. Ну, в общем и целом, как, короче говоря, работает эта схема, эта система, да? Людям дают ранний доступ к игре за две недели до релиза. Обычно присылают прям пресс-копию, причем это какое-нибудь лимитированное издание, то есть красивая коробочка, коллекционочка. Прям присылают очень все это чинно-благородно. И многие думают, что еще и чемодан денег приходит. Может быть, кому-то и платят чемодан. На самом деле, вы не поверите, вот людям, которые пишут все эти реценции, снимают все эти видео, им достаточно даже просто вот таких халявных подгонов. Они чувствуют себя важными, чувствуют себя на связи с издателем, так сказать. Ну, по факту так и есть. Поэтому они прям чувствуют себя должными отработать этот подгон. Если, ну, игра уж не совсем какое-то лютое уебище, типа Fallout 76, где невозможно сгладить углы. Поэтому зачастую там даже не платятся бабки, просто подгоняется вот эта вот тема. Плюс возможность иногда посетить пресс, всякие там мероприятия, где можно похрючить, бесплатно съездить куда-нибудь в США или еще куда-то. Это тоже, в общем-то, народ ценит. Поэтому они максимально лояльны. И любое несогласие с тем, что вот с этой позицией, с тем, что нужно по-нормальному освещать игры, а не ставить десятку любому проходнику и говну, оно приводит к тому, что человек просто отлетает в черный список, записывается как токсичный уебок, больше ничего никогда не получит. Будет играть на релизе со всеми, бабки сам будет платить, никто с ним не будет работать. Если потом эту игру будут продавать дополнительно, на релизе обычно никому не вошляют, ну, в крайне редких случаях, обычно это какая-нибудь многопользовательская игра, но если потом эту игру будут отдельно продавать через стримы, через YouTube, то вы опять-таки будете в черном списке, кто-нибудь там будет сидеть, играть за бабки в Dying Light 2, какой-нибудь, или там в Horizon, в Forbidden West, уже реально прям за реальные бабки, а вы будете хуй сосать. Вот и все. Ну, со мной такое постоянно происходит, поэтому я прекрасно знаю, о чем говорю, и у меня есть знакомые из стримерской, из ютуберской тусовки, которые мне показывают, периодически скидывают и ТЗ на стримы, на ролики и так далее. То есть на предрелизные версии, вот эти, которые присылаются как подарок, там не приходят ТЗ, прям вот в прямом виде, да, как это вообще бывает? То есть когда вы уже продаете игру за бабки на стриме, уже релизнувшуюся, там прям написано, прям для самых тупых, на чем, на что обратить внимание, что говорить, какие фразы использовать, чем нельзя сравнивать, какие места надо показать особенно тщательно, там у игры, что нужно вылизать, там и так далее. Ну, то есть просто полнейшее ТЗ, с которым справиться даже самый тупой, то есть тут не надо быть Тохой Логвином, чтобы игру облизать, вам прям распишут, как ее надо облизывать, на что обращать внимание, и максимально разжуют, положат в рот. Это всегда так, не надо с этим спорить, и я на 100% уверен, если меня сейчас смотрят какие-нибудь даже, ну, серьезные представители игрожуры, вы много раз участвовали в подобных стримах уже после релиза игры, и будете участвовать, и вот в ближайшие дни несколько, там, игр будут выходить крупных, вы за какие-то, конечно, не платят, потому что я, ну, типа, не вижу смысла, там, Элдер Рингу тратиться на рекламную кампанию, все и так поиграют в их игру, но опять-таки пресс-релизные версии и все остальное задобрят игрожур и блогеров, поэтому все это будет разослано, но, короче говоря, вот уже после релиза, там прям полноценные ТЗ. Для предрелизных ревью там приходит что-то типа такого, знаете, завуалированного технического задания, зачастую в виде либо текстового документа, либо в виде буклета, прям вместе с физической версией игры, где то же самое написано, что и в обычном ТЗ, на что стоит обратить внимание, с чем нельзя сравнивать, то есть то же самое, только другим языком, то есть как бы там идет в этом буклете рассказ об игре, сюжетные повороты, прокачка, иногда даже есть советы по прохождению, то есть вот реально вот эта вся тема, она там в этих буклетах, либо в текстовых документах, которые прислали вместе с игрой, параллельно присылают на почту человеку, типа, вы получили нашу копию, вот посмотрите, также там написано, о чем нельзя рассказывать, это чтобы не было спойлеров, опять-таки, поэтому, когда, ну, предрелизную, да, версию получает человек, он не может полностью пересказать вам игру, большинство рецензентов, они ничего не умеют, они об играх не умеют рассказывать, они только пересказывать сюжет умеют, поэтому для них это прям болен, приходится там изгаляться, какие-то сравнения там придумывают нелепые и так далее, то есть он как бы хочет вот в случае с Хорайзеном сказать, что там будет, типа, в конце миссия такая же, как Mass Effect 2, да, с напарниками, ну, блядь, он не может поэтому, а это в буклете написано, что вот это важный момент, он такой, блядь, ладно, напишу, что с Mass Effect 2 похоже, поэтому у всех этих долбоебов одно и то же выходит, да, то же самое, о каких местах мира там стоит знать, короче, ну, на что, ну, короче, вот прям на что стоит обращать внимание, только если в ТЗ, который тебе приходит уже на пост-релизе, запродажный стрим или видос, прям написано, вот, иди туда, покажи это, расскажи об этом, сравни с этим, или вообще ни в коем случае не сравнивай с играми и конкурентами, кроме этой, с этой можно, но не в негативном ключе, также там, типа, нужно показать вот эту механику и так далее, в том буклете просто написано, вот, у нас появилась новая механика, графический движок улучшился благодаря этому, в сюжете, типа, мы внесли вот такие вот изменения, типа, мир немного там поменялся, стало больше вышек, там, сюжет более напряженный, и все это рассказано вот как, ну, как в рекламном буклете, по сути, и они с этим работают, вот почему, по факту они все понимают, это с молчаливого согласия, вы никогда не увидите эти ТЗ, их запрещено выкладывать, их просто запрещено выкладывать, издатели просто, блядь, сразу в черный список тебе внесут, если ты его покажешь, поэтому они могут будут говорить, да там ничего страшного, это просто, как, знаете, такое приложение к игре, но нет, это нихуя не так, это прям вот прямой намек, что тебе нужно делать и о чем стоит рассказывать, чтобы тебя продолжали кормить ништяками, на что надо обращать внимание, что нужно хвалить, вот и все, поэтому их все рецензии такие одинаковые, вылизанные и как будто под копирку написанные, никто не хочет ссориться с издателями, они все, ну, грубо говоря, на прикормке вот этих вот ранних доступов, даже не бабла, ничего такого, а просто вот возможности потом полутать бабла на пост-релизе, возможности куда-то сгонять, получать, получить халявку и так далее, поэтому никто из них не заинтересован даже в том, чтобы восьмерку поставить, даже если игра этого заслуживает, поэтому и появляются сетью новые Ведьмаки, хотя это какая-нибудь обычная Ubisoft-опарашная чепуха, поэтому и появляются новые Mass Effect 2, хотя там, ну, ничего общего абсолютно нет, просто надо же что-то сказать, и об этом вроде как издатель сам намекает чуть ли не прямым текстом, причем меня просто уже начинает раздражать даже, что вот люди как только начинают зарабатывать на ютубе просмотр, вот раньше у него было 50 тысяч, я его слушал, а он правду говорил, сегодня у него 400 тысяч, и, блядь, вот он по этому буклету сидит, блядь, и, ну, типа, отрабатывает, вот, например, раньше смотрел обзоры, да, зарубежного ютубера скиллапа, вот прям видно, в какой момент это началось, вот честное мнение, потом бац, и начинается понос, ну, видимо, там, я не знаю, у кого-то в черный список попал после Last of Us 2, и все, и начинается вот эта отработка по методичке, я буду называть вот эти буклеты, эти даже не ТЗ, да, сопровождающие документы методичками, потому что они ими и являются, поэтому их нельзя показывать, поэтому если какой-то еблан там что-то пытается доказать, вам сказать, что издатель никак не влияет на то, что они пишут по предрелизным версиям, это полный пиздеж, это полный пиздеж, они в узких рамках того, что можно говорить, и не только этим вот буклетикам, но еще и они понимают, чем чревата будет, ну, справедливая критика и попытка доебаться хоть немножечко до игры, так что, может, кто-то и за просто рецензии получает сразу бабки, там, допустим, какие-нибудь крупные порталы, суперкрупные обзорщики, может, они и налом берут, но большинство, они настолько мелкие и ничтожные, что они готовы хвалить все, что угодно, тем более у них, блядь, перед глазами успешный пример патриарха, да, который со всеми на короткой, так сказать, ноге, со всеми корешицы везде ездят, там отдыхают, веселятся, то есть они думают, что вот я буду так же, буду вот каждый параши десятку ставить и буду уважаемый, но на самом деле, что происходит? Эти люди безинтересны, они безлики, читаешь лицензию на одном сайте, на другом, на третьем, я даже имена не могу запомнить этих людей, потому что такое ощущение, что ты просто читаешь, что это рекламный буклет, который им прислали вместе с игрой, они как будто, блядь, его просто перепечатывают, ни таланта, ни ума, ни фантазии, ни реальной критики, ничего нет, а когда ничего нет, еще и словоблудство начинается, чтобы как-то растянуть контент, то есть, ну, хули, когда ты в рамках того, что игра 10 из 10, она пиздатая, это все, что ты можешь сказать, соответственно, тебе приходится эту мысль растягивать до безумного количества времени, если это видео, или символов, если это статья, так что, чуваки, не ведитесь, я уверен, что игры, которые хвалят на предрелизе, они могут быть нормальны, тот же Horizon, как знать, я сам в него пойду поиграю, мне первая часть не понравилась, но то, что я читаю в статьях сейчас, придет вообще такая чепуха, вот прям видно, ну, я даже не знаю, просто вот, ну, просто смешно, уже просто доходит до смешного, это копипаста, как будто одного и того же видоса, и одной и той же статьи, которую разные, ну, хорошо, может быть, у меня тоже будет мнение, после того, как я поиграю, что это новый Mass Effect 2, что первая часть, оказывается, была не просто там средним проходником, а каким-то определяющим для PlayStation проектом, а вторая вообще станет лучшим эксклюзивом всех времен народов, и игрой с невероятным качеством, там, графики, сценария, сюжета, квестов, и всего остального, а не просто какой-нибудь дрочильней в открытом мире. Посмотрим. Но таким мнением, поверьте, лучше не доверять, лучше посмотреть хотя бы там первый день после релиза. Также предрелизные стримы, которым дают, стримерам дают там игру на день, на два раньше, они обычно тоже максимально вылизанные, чтобы в следующий раз получить ключ, даже если людям не платили, потому что любую новинку еще, кроме всего прочего, будут хорошо смотреть, и, естественно, если ты получаешь доступ на день раньше, то и тебя, ну, тебя смотрят больше это деньги от рекламодателей, не напрямую от издателя, но тем не менее, да, а потом, может, еще и продажничь по этой игре закажут уже после релиза, там уже никто не стесняется, то есть, там уже деньги напрямую дают, просто вот, поиграй в это за бабки, пожалуйста, сегодня, и сингл проекта, чаще, конечно, многопользовательский, которым надо интерес поддерживать, но, тем не менее, и люди просто разину в рот смотрят, думают, вот, это классная игра, раз в нее все играют, раз ее все хвалят, нет, это целая индустрия, и, к сожалению, из-за того, что издатели вот так вот кидают всех несогласных в черный список, не дают игры там на обзор и так далее, вот из-за этого люди искурвились, которые остаются в этом движи, и просто клепают однообразные восторженные отзывы, приторные, от которых болевать тянет, так что, такие дела, такие дела, все-таки, всегда присматривайтесь к каким-то еще пока не продавшимся обзорщикам, всегда посмотрите как-то на геймплей, стараясь не слушать вот эти потоки сладостного меда, которые заливают в амбуши различные дармоеды, такие дела, такие дела, вот просто хотел рассказать, как эта система работает, там можно еще какие-то подробности было навернуть, но я максимально вот кратко и доходчиво объяснил, почему сейчас не бывает оценок меньше десятки, почему все обзоры одинаковые, почему за них даже не всегда башляют бабки, во всяком случае на предрелизе, но каждый обзорщик считает своим долгом вылезать анус создателю и разработчикам, я думаю, что это и так большинству людей было понятно, но возможно какие-то моменты от вас были скрыты и теперь вы их знаете. Всем пока!